Техническое творчество, какое оно? Что интересует школьников, малышей, старшеклассников? Ответы на эти и другие вопросы были даны на открытой районной конференции исследовательских и творческих работ по техническому творчеству. Нам очень приятно наблюдать, как вы занимаетесь робототехникой. Как вы такие первые свои шаги делаете в науке, не просто в науке, а в прикладной науке. То есть для того, чтобы ваши маленькие открытия потом находили свое применение в жизни. Центр «Лесная сказка» проводит конференцию третий год. На этот раз свои проекты представили школьники из 15 образовательных учреждений округа. Мальчишки и девчонки, все они подошли к участию конференции весьма творчески. Работы некоторых ребят просто удивляют. Вот такой проект под названием «Луна-2019» представил Александр Глебов, воспитанник Центра «Лесная сказка». Занятия техническим творчеством его по-настоящему увлекают. В итоге все начинается работать, ездить. И сам процесс мне нравится. А такой электромобиль смастерил первоклассник, ученик первой Щелковской школы Лев Назиулин вместе с отцом. Идея у нас изначально родилась сделать на день рождения подарок сыну, еще зимой, в январе, в конце января. Передвижной транспорт, средства, своими руками. Но делали вместе. Делали вместе, естественно, да. Вторая цель бывает, скажем так, привлечение ребенка к технике, скажем так, чтобы про его интерес начало изучать. А вот работа ученика 12-й школы имени Чкалова может пригодиться не только на конференции, но и на спортивных тренировках. По словам самого автора изобретения, такой наколенник защитит от травмы и болевых ощущений, а секрет его в одном из составляющих. Расскажи, пожалуйста, про свое изобретение. Это изобретение, чтобы защищать от удара. Расскажи, из чего оно сделано? Оно сделано из крахмала вода. Как называется вот эта жидкость? Не нитанская жидкость. Если взять вот так, делать, она будет твердая. Но мы, если раз нажмем руку, она растечется по руке. Исследовательские и творческие работы, социальные проекты, медиатворчество, а также проекты по робототехнике и электронике. Работа проводилась по трем секциям, но о выступлении и изобретении ребят оценивала компетентная жюри. Наши друзья по сетевому взаимодействию – это Королевский колледж космического машиностроения и технологий. Сегодня вот у нас трое из этого колледжа. Затем директор центра молодежного «Навигатор», естественно, представители комитета. Потом мы сотрудничаем с международным фестивалем «Кинопритч. Мы сами снимаем кино». И сегодня у нас кинопедагог в жюри. Также в рамках конференции была представлена выставка работ технического творчества с весьма говорящим названием «Дети мечтают». Свои мечты ребята отразили в творчестве. Корабли и самолеты, спутники, космические станции – здесь на выставке представлено множество работ. Да, техническое творчество интересно и многогранно. И самое главное, что подрастающее поколение с удовольствием включается в процесс, экспериментируя, следуя, изобретая. Мир техники и науки им интересен. Анна Балиет, Валерий Жеглетель, радиокомпания «Щелково».